Новое видео выходит каждый день в 20.00 Вы знаете, я вам сейчас скажу одну простую мудрость. Пока не трогают меня, не трогают Ангела Касады, либо там еще кого-то, не делают какие-то, знаете ли, плохие поступки, не кидают людей на 600 рублей. Я, в принципе, никаких роликов и никаких самп-обзоров уж тем более не делаю. Однако, Брулев Плей посчитал достаточно нужным сделать ролик про меня. И ладно бы он сделал что-то хорошее, что-то нормальное. Но, во-первых, его ролик набрал 17 тысяч просмотров. Это, в принципе, достаточно маловато, как для него, так и для меня. Однако, ну, почему бы и нет? Ладно, 17 тысяч просмотров, так 17 тысяч просмотров. Просто, вы знаете, Брулев, он любит очень сильно мыслить циферками. То есть, если у кого-то там 100 лайков, значит, это он накручивает. Ну, как-то так, потому что ничего другого он в своем там ролике сказать не мог. И вот, я сам себе и вам, в принципе, пообещал, если тут, мало ли, есть какие-то олдфаги, я пообещал следить за каждой его буквой в предложении. И не дай бог он скажет какую-то хуйню, я обязательно сделаю на это видеоролик. А за Сенсетом я слежу за каждым его предложением, потому что это максимально тупой уебан. Ну, ладно, ладно. Об этом мы поговорим немного там, ну, потом в каком-нибудь другом видеоролике. Так вот, вы знаете, Брулев, он открывает свой сервер. Ну, вернее, уже открыл, хотя, возможно, и не открыл. Я не знаю, на сервер попасть, ну, практически невозможно. Там просто стоишь вот в какой-то, блядь, очереди, там, зашел тебя там за дудосили, там, еще что-то сделали. В общем, достаточно плохая там ситуация. Сейчас их до сих пор дудосят. И Эрик Брулев решил, что как-то вот обосрать своих предыдущих рекламодателей будет, в принципе, ну, нормально, будет, в принципе, хорошо. То есть, без ведомых на то доказательств просто со своими предположениями. Он выпустил ролик, в котором он такой говорит, типа, вначале там такой идет тизер, говорит, мол, ну, вот Станислав там выпустил такой ролик, который немного такой, знаете, с агрессией, с долей агрессии и многое другое. И вот сегодня я бы хотел разобрать его, вот этот вот видеоролик, потому что, ну, а почему бы и нет, да? То есть, у меня контент, построенный на критике, построенный на защите каких-то других людей, когда их просто безосновательно как-то вот засирают и много других, как это было со мной. Я уже на своей шкуре это все попробовал, опробовал и понял, вот, вообще, как это все у него происходит, что он даже, ну, знаете, какой-то факт-чекинг у него нулевой. Притом, ладно бы у него были какие-то рофл-видосы, вот как у меня по, типа, никому не нужный там или еще что-то наподобие того, когда ты ничего абсолютно не чекаешь, ты играешь в такого, знаете ли, Ярослава Брулева, который никогда ничего не чекает и говорит вот просто вот так вот садится и говорит все, что ему придет в голову. Вот это идет вот именно как-то вот так вот. Вот, и вследствие этого, что я вам могу сказать, что я вам вследствие этого могу сказать? Брулев, долбоеб, опять-таки обосрался, ну, практически совсем с чем только мог, блять, обосраться и это прям, ну, я не знаю, Брулев, блять, Ярослав, блять, Ерик, пидорас, как ты это делаешь? Как ты, блять, на ровном месте вот просто можешь обосраться, ты просто вот так вот идешь, там вот такая маленькая кучка говна лежит, ее, по идее, можно обойти с абсолютно любой стороны и все в данном случае было бы нормально, было бы хорошо, но ты говоришь нет, нет, блять, я Ярослав Брулев, я не буду обходить это говно, я на него навступлю, я в нем измажусь, блять, и буду говорить, о, смотрите, ребят, я измазался в говне, я Ярослав Брулев, почему бы и нет? Вот, и то есть то, что он там в своем ролике начинал нести, это просто кромяшный пиздец, сначала несколько минут он лил воду, ну, разумеется, разумеется, у нас у каких-то ютуберов, я извиняюсь, пидорасов, вот этих вот самп-ютуберов-пидорасов в квадрате, то есть у нас есть такая привычка, мы постоянно любим растягивать коронометраж, словно пизду мамки Ярослава Брулева, словно пизду мамки Данте, словно пизду мамки Данила Геры, подставьте, в общем, сюда любого ютубера, да, самп-ютубера, и все, в принципе, будет, ну, точно так. Также, вот, мы очень любим растягивать хронометраж, чем и занялся Ярослав Брулев, правда, стоит отметить, что до 10 минут 0,1 секунды он в данном случае не дотянул, в общем, давайте уже перейдем немного вот так вот к рассказу о том, что вообще там сказал Ярик, я вам скажу, почему, ну, это какое-то полное говно. Во-первых, он такой говорит, хм, ребят, вот я открывал свой сервер, его типа там дудосили, там, что с ним только не происходило, господи, как же вообще так можно, дудосеры ебаны, зачем вы это делаете? И потом он подкрепил это все каким-то, я не знаю, то ли голосовым сообщением, то ли просто сообщением там в Дискорде, где человек просто говорил, что, мол, ребят, ребят, я основатель, я создатель сервера, мы сейчас работаем над исправлением всех этих проблем, поэтому все будет нормально. Еще он говорит, что, типа, сейчас мы ищем какие-то способы связаться с дудосерами, ну, бля, да, ну, ищите способы связаться с дудосерами, да, вы же, если с ними свяжетесь, они же, наверное, такие, о, слушайте, ну, с нами связался Гранд Роли Плей, это то, чего мы добивались, слушайте, наверное, мы прекратим дудос, или там вы им денег, что ли, заплатите, чтобы они дудос прекратили, блядь, я просто не понимаю, напишите в газету, блядь, ищем дудосеров проекта Гранд Роли Плей в GTA Samp 0.3.7, ну, почему бы и нет, сделайте, сделайте вот так вот, но это не самое главное. И потом наш дорогой Ярослав Пидорас Брулев начал толкать такие телеги по поводу того, хм, кто же мог задудосить мой проект, и почему вот мой ролик, то есть ролик Ярослава Брулева называется именно так, мол, Аризона дудосит мой сервер. Потому что он сказал, мол, у Станислава, у СК Мэйсона вышел видеоролик, в котором, ну, вы знаете, он с такой вот, с долей даже, возможно, агрессии, вот, поливает просто там как-то меня дерьмом, что-то такое, ну, в общем, не особо лицеприятно обо мне отзывается. Просто вот, кто не видел ролик СК Мэйсона с агрессией, он там, вот, то есть, я вам сейчас перескажу ролик СК Мэйсона, он там сидит по стойке смирно, говорит одно слово в несколько секунд, и максимально как-то адекватно старается, то есть, разрулить вот эти вот все проблемы, вот эти вот все дела. Охуеть, бля, Ярик, вот это то есть с агрессией было, а тогда я что? Если Станислав, он был с ноткой агрессии, то я что, я тут, я не знаю, я микрофон уже ломаю для тебя, или что я, возможно, монитор сверлю тут каким-то, я просто, я не знаю, какие тут можно еще эпитеты подобрать, потому что, ну, какая, блядь, доля агрессии? Станислав, он самый, наверное, блядь, миролюбивый человек в мире, блядь, у него там работа такая, ни с кем не ссорится для того, чтобы все было нормально, а ты такой, типа, бля, ебать, ну ты чё, блядь, Ярик, ну ты чё, серьезно, блядь, то есть, просто оклеветал, сука, человека, вот просто, опять-таки, ни за что, ни про что, и по-любому, ведь, если это не Аризона дудосит, потом выяснится, он же по-любому не извинится, не скажет, Станислав, извини, был не прав, был на каких-то эмоциях и так далее, извини мне, пожалуйста, нет, он такого не скажет, то есть, опять-таки, оклеветал человека, и вот я даже заходил на трансляцию к Станиславу, там, блядь, многие говорили, мол, чё это Аризона дудосит Гранд РП, просто вот так вот оклеветать человека, серьезно, блядь, серьезно, то есть, чтобы вы понимали, писали вот они это, вот эту вот хуйню, это до того, как еще Ярик выпустил видеоролик, что сейчас начнется после того, как Ярик этот ебаный видеоролик выпустил, я не понимаю, просто вот так вот взять, без каких-то пруфов, просто оклеветать человека, я не предоставляю никаких пруфов, просто поставив такую, знаете ли, эпичную, такую вот жесткую музыку на фон и говорить, мол, да нет, нет, это, блядь, вот это вот Станислав, вот это вот, блядь, Аризона, мой сервер дудосит. Зачем? Нахуя? У Аризона Роли Плей как бы нету других забот, кроме как дудосить Гранд Роли Плей. Зачем? Вот вы, блядь, Ярик, ты сам вопросом не задался, нахуя? Для чего, блядь, вот ты сам можешь на этот вопрос ставить? Для чего, блядь, они будут дудосить твой сервер? Нахуя, блядь? То есть, ну да, вот у Аризоны стоит такой выбор, ммм, закупить как побольше ютуберов, либо подудосить сервер Ярослава Брулева. Но почему бы и нет, да, то есть, ну почему бы и нет? Давайте подудосим сервер Ярослава Брулева, не закупим каких-то там, я не знаю, маленьких, средних ютуберов, ну а хули нет, зато игроки Ярослава не смогут поиграть, Ярослав вернется к нам. Вот так это, что ли, блядь? Я не понимаю, блядь, ну какую же хуйню ты, сука, несешь, блядь, постоянно. И я вам говорю, вот если окажется, вдруг найдут дудосера, который дудосил, сука, и окажется, что это была не Аризон, он не извинится. Я более чем уверен, что он, блядь, он не знает, что такое извиняться, в принципе, за какие-то свои поступки, за какие-то свои плохие деяния, он, в принципе, этого не знает. Поэтому, ну я не знаю уж, что вам можно еще тут сказать, это просто пиздец какой-то. Ярик, блядь, ну что за хуйня, что за хуйня? Я вам скажу, вот даже если он где-то вот об этом скажет, он скажет, ой, блядь, да этот Зедан Семен, он уже там, блядь, 15 ролик про меня записывает, и ничего у него, блядь, не получается, пиздец. Вот он как-то так и скажет, он абсолютно читаемый, как ебаная книга. И когда его просто полностью прочитываешь, говоришь, что он так или иначе скажет, он начинает говорить, не, ну человек, ну он просто долбоеб, ну просто долбоеб, ты хотя бы что-то похожее на меня с ними, а не когда ты там, блядь, блядь, вот это, блядь, вся аргументация Ярослава Брулева, вот это, блядь, все. Ярик, блядь, я знаю, что ты так или иначе смотришь все ролики про себя, которые там про тебя выпускают, так или иначе, но любой GTA-самп-ютубер смотрит ролики про себя, кроме, наверное, какого-нибудь Барона Геймкорона, с любому самп-ютуберу интересно, что там, блядь, про него говорят. Поэтому, Ярослав, я тебе вот что хочу сказать, в серьезные темы, блядь, ты нахуй не лезь, факт-чекинг у тебя, не то чтобы нулевой, я извиняюсь, минус один у тебя факт-чекинг, ты скорее себя закапываешь, чем, блядь, кого-то, понимаешь, это пиздец. Ярослав, бля, пожалуй, я тебя прошу, сделай человечеству одолжение, не лезь в серьезные темы, покупай дальше аккаунты, ты видел, сколько у тебя просмотров набирает покупка аккаунтов, 200 тысяч просмотров, или вот это, попробуй не засмеяться, Ярослав, охуительный же контент, высокоинтеллектуальный для каких-то интеллектуально развитых людей, снимай вот это дальше, вот в серьезные темы, пожалуйста, я тебя прошу, не лезь, тебе это ни к чему, абсолютно, Ярослав. Поэтому, ладно, в общем, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока.